Добрый день, коллеги! Меня зовут Ольга Вилтфанга. Я являюсь эрготерапевтом и специализируюсь на реабилитации верхних конечностей. В данном видео хочу предложить вам изготовить ортез. Ортез мы будем делать на большой пальчик, а именно CMC joint. Это запясно-пясный сустав. Ортез будет разгрузочного типа. Его мы будем изготавливать из материалов фирмы Орфит. Для него я буду использовать материал толщиной 2,4 миллиметра с мини-перфорацией. Итак, наш трафарет готов. Теперь термопласт необходимо разогреть. Здесь вы уже видите это термованна. Здесь есть возможность выставить конкретную температуру. Для каждого термопластика она своя. В принципе она варьируется от 70 до 85 градусов. Я выставила на 85, чтобы немножко ускорить процесс. Помним, что она горячая и если я ее сейчас резко открою, то я паром скорее всего обожгусь. Это неприятно. Поэтому мы аккуратно откроем крышку, немного выпустим пар и отправим туда наш кусочек. Так как ванна уже разогрета, нам нужно будет немножко подождать. И потом меня все засмеют, потому что он достаётся лопаткой. Необходимо было сделать некую коррекцию, которую мы сейчас произвели. Заново его разогряем и потом уже будем его моделировать на руке. Итак, теперь нам нужно будет смоделировать ортезик по руке. Стоп, ничего не делаем. Отлично, не тот бок. Так, сейчас одну секундочку я все прокомментирую, как только выровняю все углы. Так, на оппозицию, как будто вот пальчик... Вот, стоп, как будто хотим соединить. Вот, супер. И кисточку вот так вот сделаем. Вот так, супер. Итак, мы модулируем ортезик по руке. Помним, что так как этот ортез у нас идёт на СМС-джойнт, очень важно выровнять именно положение этого сустава. Затем идёт небольшой обхват вокруг МП-джойнта. И очень важно, чтобы на второй палец у нас на Проксимальную фалангу не заходил слишком сильно ортез, чтобы человек мог спокойно Согнуть и разогнуть пальчик. Скорее всего мы здесь немножко его укоротим. Так, повернём. Дайте-ка посмотреть. И здесь тоже вокруг теннера мы немножко уберём. Данный ортез будет без дополнительной фиксации. Мы сейчас подождём, когда он застынет. И потом проверим его функциональность. Он уже достаточно жёсткий и достаточно удобный. Кстати, можно было ещё немножко раздвинуть. Попробуем на этот пальчик. О, отлично. Ещё немножко подождать. В принципе, я рекомендую его ещё по краям обработать и обклеить, чтобы он нигде не цеплялся, был мягким и удобным. Отлично. И тихонечко можно его снять. Вот такая конструкция у нас получилась. Мы её ещё сейчас обработаем. И потом покажем, как это выглядит уже в готовом варианте. Ортезия Ортезик у нас готов. Осталось обработать края. А именно, как мы это сделаем? Мы обклеим уже имеющейся лентой. Она с одной стороны обработана клеем, с другой стороны она мягкая. По всему краю ортеза я пройдусь этой лентой. У нас получился вот такой ортез на запясно-пясно сустав. Хорош он тем, что он не нуждается в дополнительной фиксации. И за эту обалденную идею хочу поблагодарить свою коллегу Кристину из Швеции. Спасибо тебе! Итак, края мы обработали. Сейчас мы примерим эту всю конструкцию. В принципе, вот таким вот образом сделаем оппозицию. Оппозицию это вот так. Очень-очень хорошо. Итак, у нас получился ортез для отдыха. CMC-Join, запясно-пясно сустав, который не требуется фиксировать какими-то либо дополнительными фиксирующими лентами. Так что для разгрузки этого сустава можно надевать вот такой красивый функциональный ортез. Сделаем кулачок, разожмем. Очень хорошо. Большое спасибо вам за внимание!